Слава Иисусу Христу! Мы приветствуем вас, те, кто в записи будет смотреть, те, кто в онлайне. Пусть Бог благословит вас. У нас сегодня непредвиденные обстоятельства. Но мы в духе, мы в силе, мы в Богом. Слава Господу! И то, что сегодня произошло, у нас произошли перемены небольшие. Видите, сзади совершенно другая заставка. Все меняется. Мы приспособились. И знаете, Господь мне показал такую вещь. Однажды верующие, настоящие истинные верующие, они привыкли ходить в собрания. Но я к вам обращусь и хочу сказать, если вы придете на собрание, некоторых людей не будет, то, знаете, большие перемены произошли. Я думаю, что через это Бог к нам обращается и говорит, что скоро в церкви произойдут большие изменения. Про восхищение церкви перекратят говорить. Перестанут просто. Какой смысл говорить, если она уже восхищена. И будут говорить теперь, будут говорить после этого, что нам дальше делать. Кто друг, кто враг, кому верить, кому обращаться, куда бежать, как деньги теперь снимать. Будут большие проблемы. Люди будут вынуждены жить жизнью выживания, и особенно верующие. Ставить ли чип и не ставить. Что теперь? Куда? Как? Дальше? Цель, смысл того, что мы здесь собираемся. Смысл того, чего мы здесь говорим, кричим, убеждаем людей. Это чтобы вы все и мы были приготовлены ко дню восхищения. Друзья, мы не имеем прибыли от того, что мы делаем. То есть наши карманы не увеличиваются. Мы не получаем деньги за это. У нас нету каких-то особых специальных бонусов, но делаем мы это только из-за любви к Господу и из-за любви к людям. Мы их берем, можно сказать, словами, и трясем, и говорим, приди в себя, начинай верить по-настоящему, потому что Иисус скоро придет. Потому что Он возьмет только тех, у кого светильники горящие, те, кто ходят в огне, те, кто верят по-настоящему и любят Бога. А зачем Богу те, кто Его не любят? Он всех любит. Он для всех распялся. Но Он возьмет только тех, которые избрали Его. Он возьмет только тех, которые любят Его. И притча о десяти девах доказывает нам это, что не все попали на брачный пир, а только те, которые действительно заботились иметь огонь Святого Духа, живые отношения со своим женихом. Библия говорит, что перед тем, как жених придет, все задремали и уснули. Все. И мудрые, и неразумные, все задремали. Но вот в этот момент, когда будет щелчок, когда будет труба, нам нужно быстро среагировать. Понимаете? А если ты думал о другом, а если ты был занят в мыслях другим, жил для другого, Иисус никогда не являлся твоей ценностью, ты за Него ничего не отдавал, ты не инвестировал, то ты и не сможешь перестроиться. Поэтому сейчас это время. О-о-о! Я очень хотел бы посмотреть, как верующие будут паниковать, когда восхитится церковь, а они останутся на земле. Это будет страшно, поверьте. Такая паника будет. Потому что предавать будут. Предавать будут. Отлавливать будут. Что думаете, антихрист глупый, что ли? Он быстро отловит всех. Возможно, вы и попадете на небо. Но уже вы пострадаете. Отсечение головы произойдет. Написано об этом в Библии. Поэтому сегодня этот день, когда мы должны сбросить с себя все лишнее, привести ум в порядок. Павел пишет, припаяшьте чресло ума вашего, истинную, припаяшьте. Понимаете, как Павел говорит мудро, что наш разум может быть расхлябан. Понимаете? Он может думать о чем угодно. Нам нельзя о чем угодно думать. Нам надо настраивать свой разум. Потому что если мы начнем думать о чем угодно, знаете, Давид это уже позволил себе, думать о чем угодно. И впал в прелюбодеяние, в грех. Мы что? Мы даже меньше Давида. Мы тем более впадем в грехи, если мы прекратим размышлять, если мы позволим беспорядку наполнить наш разум и мысли. Нам нужно концентрироваться на Слове Божьем. Нам нужно думать о Слове Божьем. И нам нужно с Иисусом выстраивать личные отношения. Не поможет тебе ни брат, не поможет тебе сестра, не поможет тебе пастор, никакой служитель в день восхищения. Будет зависеть только то, являлась ли между вами связь была с Иисусом или нет. Это относится к служителям, это относится к обычным верующим, к рядовым, к пешеходам, к посетителям, ко всем. Что-то было между вами и Иисусом? Личное. Личные секретики, личные встречи, личная жизнь. Было ли это? Это все будет, вы сами знаете об этом, есть ли это между вами. И сейчас я верю, что Господь, Бог, Он хочет нас сегодня вдохновить и немножко пробудить. Поэтому давайте проснемся. Итак, тема проповеди будет называться «Какая польза от служения Богу?» Малахия, 3 глава, 14 стих. Вы говорите, то есть сам Бог говорит народу, тщетно служение Богу. И что польза? Что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Бог обращается к народу, Бог обращается к своему народу, к служителям. Вы говорите, что польза? Что польза от того, что мы служим Богу? Что польза, что мы ходим на молитвы? Что польза, что мы ходим на собрания? Нам необходимо наблюдать за собою, чтобы не стать разочарованными служителями, чтобы не перейти в эту категорию вопросов. Вот что польза? Понимаете? В начале, когда человек уверовал, он не задает таких вопросов. Он летает. Он как бабочка порхает и летает. Аллилуйя! Господь простил все мои грехи. Я спасет. Я прощен. Господь избавил меня от долгов. Братья и сестры, у меня вот это произошло чудо. У меня вот это произошло чудо. Но с годами, с годами, понимаете, когда ребеночек рождается, его постоянно только целуют. Его все хотят схватить. Все. Бабушки, дедушки, дяди, тети. Все его хотят подловить, схватить, прижать, поцеловать, зацеловать его. Понимаете? Он такой хорошенький, такой маленький, но больших уже никто не целует, не хватает. И это было бы странно. Сидет человек, и его все начинают целовать. Понимаете? Подросток идет, и все такие, целовать. Это немножко уже по-другому, да? Вот видите, как бы с возрастом меняется отношение. Маленьких пупсиков хотят все целовать. Они привлекают внимание. Но когда мы вырастаем в духе, вот мы служим Богу, служим, служим, у нас какие-то были свои представления. А потом вот мы служим, сколько-то лет прошло, и мы делаем такой, знаете, подсчет. Мы делаем как бы резюме. Подводим черту и говорим, ну и что вот за эти все годы? Чего я достиг? Чего? Ничего нигде не двигается. Я хожу и напрасно. Я не вырос в служении. Я не достиг. У меня денег нету. У меня все по нолям или минусам. У меня болезни. У меня плохо в семье. У меня то, у меня сё. Понимаете? Человек даже вслух может это не говорить, но когда он думает, то это звучит вслух перед Богом. Это звучит, это как кричит. Потому что для Бога мысли человека, они тоже звучат. И он говорит, Бог сам говорит. Вы говорите, а я это слышу. Бог слышит, когда мы говорим и вслух, и про себя, что напрасно служение Богу. Сколько от людей я слышал. Тех разочарованных людей. А ведь я их знаю совсем другими. И я хочу ещё сказать ко многим. Я хочу сказать ко многим. Вот вы служите Богу, вы верно двигаетесь за Богом. И продолжайте так же верно двигаться за Богом. Я вам скажу, что вас ждёт. Вы будете видеть вещи ужасные, может быть, в своей жизни. Вы будете видеть, как ваши братья и сёстры, которые двигались с вами, и аллилуйка ли, и аминька ли, они отстыли и отошли от Бога. Но вам надо продолжать своё движение вперёд. Вы будете спасать их, но это будет бесполезно. Много вещей могут вас начать разочаровывать. И в Библии написано, Иисус говорит, что в последние дни умножится беззаконие. Умножится. Вот было беззаконие, и люди говорили, о, какие страшные времена, у нас такого не было. А в последнее время оно умножится. Умножение беззакония произойдёт. И по этой причине Иисус сказал, что во многих охладеет любовь. А это задача дьявола, чтобы твоя любовь по отношению к Богу остыла, охладела. Охладела. Вот его задача. По какой причине остывает любовь человека к Богу? Когда он смотрит беззаконие, беззаконие в мире, беззаконие здесь, какой-то служитель упал, кто-то там что-то сделал. Понимаете? И вот человек, он смотрит на это, и он понимает, ну как, ну как, ну как, я его слушал, я ему верил, я шёл, он теперь антипример, он теперь хулит, он смеётся. И знаете, и нам нужно следить, чтобы наша вера не треснула по швам, не разочароваться нам, не обидеться. Иисус говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне. Когда он это сказал? Когда Иоанн, креститель, который видел в день крещения Иисуса Христа, когда Иисус крестился на Иордане, он видел голубя, духа того, как голубя, сшедшего на Иисуса, это знак, что это Христос, это помазание, помазание на Него сошло. Он слышал голос Отца, это Сын мой, возлюбленный, Иоанн всё это видел и слышал. И потом он в конце вслужения своего, у него были трудные моменты, трудные эти, трудные моменты, когда он стал сомневаться, является ли Иисус Мессией. И он даже послал своих учеников, которые в тюрьме навещали его, он послал сказать, ты ли тот, или нам ожидать кого другого. Уж если сам Иоанн Креститель, который видел стопроцентные доказательства того, что Иисус это Мессия, это тот, которого ожидает Израиль, а которого ожидал, если он стал сомневаться, представьте, как другие стали сомневаться, и в этот момент Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне, блажен, кто не приткнется, блажен, кто не обидится. Вы думаете, спроста Иуда предал Иисуса? Да ничего просто так не приходит. Никогда Иуда не предал бы Иисуса, тем более в первые дни следования за Иисусом. Но это произошло потом. Потом. Да, важно, как ты начал, но еще важнее, как ты закончишь свою веру. Как ты дойдешь до небес? Донесут тебя, ты ввалишься туда, или все-таки не дойдешь? Иуда не дошел до небес. Почему? Потому что ему надо было меняться. Вначале ему было радостно быть с Иисусом. Понимаете, что я никого не хочу сказать, что кто-то из нас и из вас, Иуда. Я хочу сказать, что каждый из нас может внутри себя обнаружить Иуду. Наша плоть грешная, греховная, она хитрая. Она хитрая, она прорывается, она бывает кричит, она бывает ненавидит, не может простить. Послушай, в тебе живет Бог. И в то же самое время ты кого-то можешь ненавидеть, ты кого-то можешь заключить в тюрьму непрощения. Ты можешь врать при этом. Это все делает греховная плоть человека. Ее надо обуздывать. Так вот, Иуда, он бы никогда не предал Иисуса на первых годах своей служения, когда он начал служить вместе с Иисусом. Он никогда не предал, потому что с Иисусом было интересно. Но ему надо было оставить воровство, ему надо было оставить любовь к деньгам, ему надо было многие вещи оставить. Иисус ему говорил об этом. Он обличал, он строго бывало отобличал. Мы думаем, что Иисус любит. Иисус любит, но его методы бывали очень конкретными, жесткими, их трудно было выдержать, когда при всех тебя могли опозорить, что Иисус никого не позорил. Я могу несколько вещей, моментов назвать, когда Иисус позорил перед всеми. женщина, которая пришла к нему за помощью, он сказал, ты относишься к роду собак, Иисус, это ты? Может, это не ты сказал, может, мне послышишь, что ты сейчас сказал, можешь повторить. Да, 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 ты относишься к роду собак, ты не человек, вы псы, язычники, вы псы. Представляете, дворовая собака бегает, женщина, которая пришла за помощью к Иисусам. А Иисус сказал, знаешь, есть дети, я несу хлеб им, а вы псы недостойны. Вот можно так перефразировать. Нехорошо взять хлеб у детей, нехорошо, вот этот хлеб, видишь хлеб, очень вкусный хлеб, та жизнь. Нехорошо взять у детей. Понимаете, Иисус разграничил даже национальности. Он разграничил. Знаешь, тебе иногда надо будет перелезть через свою гордость. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ей, этой женщине дана была благодать только потому, что она смирилась. И когда она услышала, представьте, такой тяжелый вопрос. Многие люди вот так разочаровываются уходят из церкви. О, меня обиден. Знаете, не перелезли через свою обиду. Они живые, они не умерли со Христом. Сколько раз мы слышали, да, что вот эти примеры, когда в день водного крещения, что наша плоть умирает, а наш дух воскресает, и вот эта греховная природа, ей что хочешь, соблазны предлагай, она мертвая. Ей ничего больше, никак не соблазнить ее больше, ей ее не обидеть, она мертвая. Мертвому человеку что хочешь делать, почести отдавай, или обзывай, ему все равно. Так это женщина, мудрая женщина, и в этой женщине мы можем увидеть прообраз себя. Вот как нам надо реагировать иногда. Она сказала, да, господин, но и крошки хлеба падают со стола господ, и псы едят его. И он тут же говорит, вот представьте, вот благодаря вот этому раскладу она получает чудо. Он говорит, иди за это слово, бес вышел из твоей дочери. Представляете, эта женщина могла, ее, во-первых, дочь была закована ужасно, ужасно, бесы мучили ее, кидали ее, били там. Это было для матери самое ужасное. И сама мать мучилась, потому что она была как бы вместе с этим, созависимая. И она могла еще хуже усугубить эту ситуацию, но она ее развязала. Она ее развязала. Это пример для всех нас, что иногда нам надо развязать, иногда нам надо смиряться. Не надо нам высоко думать о себе, что мы вот такие. Не, мы думаем ровно, как говорит она Слово Божие, что мы дети Божьи, да, и так далее. Но в данной ситуации она благодаря смирению получила чудо. Ей включена была благодать. И все-таки Бог взял этот хлеб и дал. И это было прообразно. А что, Господь не любит язычников? Любит. Просто Иисус еще не умер и не воскрес. И Он пришел, чтобы исполнить Слово. Он пришел к Своим, к евреям, которые ждали Его и которые Его распяли. Хотели Его, но хотели немного другого. Они хотели другого, Мессию себе. Почему написано, что на горе, откуда Иисус вознесся на небеса, написано, приблизившись, Иисус сказал, да на мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, да, да, да. И написано, что одни поклонились Ему, а другие усомнились. Представьте, была категория людей, которые усомнились. Он возносится. Они видят Его воскресшим из мертвых. Он возносится на небеса. Так никто из людей на небеса не поднимается. Это сверхъестественное, а ты видишь естественными глазами. Ты видишь, что это Сын Божий, это Бог. И ты сомневаешься. Почему? Потому что ты не хочешь это принять. Ты не хочешь это принять. Петру Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Только Иисус похвалил его. Только похвалил и сказал, о, Симон, блажен ты, не плоти кровь открыт. Отец мой сущий на небесах. Понимаете, как Петр мог себя, понимаете, почувствовать. О, ни с кем из учеников с одиннадцатью отец так не разговаривает со мной. Напрямую, напрямую со мной отец разговаривает. Сам Бог разговаривает со мной, и Он открыл мне истину. Кто такой Иисус? Что Он Христос. Иисус Его похвалил. Но потом, когда Петр стал по-другому себя вести, говорит Иисус, не ходи на крест, Он сказал ему, отойди от меня, сатана. Если вас сатаной хоть раз назовут, или вас змеей назовут, змея, вот на вас в церкви кто-нибудь скажет, ну, как бы вы что-то сделаете, и на вас скажут, змея. Я, почему-то, мне так кажется, что больше вы никогда не придете в эту церковь. Потому что в церкви, где-где, но в церкви так обозвать, обозвать человека. Поймите, что узок путь, ведущий в небо. Мы не знаем, какие обстоятельства могут сложиться в нашей жизни. Насколько они будут узкими. Понимаете? И гордый человек, он не сможет попасть на небеса, потому что это его богатство. Вот был богатый юноша, он не смог попасть на небеса. Он не смог последовать за Иисусом, потому что ему это мешало. Многим богатство не мешает, они служат Богу. Ему мешало. Так вот, у нас могут быть богатства разного вида. У кого-то, например, гордости. Столько много, что он не может. Иисус тогда поясняет и говорит, удобнее верблюду пролезть сквозь игольные уши. А это означает, что маленькие ворота, дырка такая в стене в Израиле, когда ворота закрывались вечером, а ты, например, опоздал, чтобы тебе в город попасть, ты должен был все тюки снять, сложить. Один должен был с той стороны тянуть его там за бороду, а этот должен был его толкать отсюда. И это, какой процесс был? Смешной и нелепой. Вот опоздавший вот так вот проходил такой у них этот момент. И вот верблюда проталкивали, проталкивали, и Иисус знал это. И поэтому он сказал, что удобнее верблюду пролезть сквозь игольные уши, так ворота назывались, а это была просто дырочка в стене, вот, пещерка, чем богатому войти в Царство Небесное. Ты богат можешь быть гордостью, чем ты еще богат, своими головой, знаниями, и ты не можешь Иисуса принять из-за этого. Разные есть богатства, которые могут воспрепятствовать. Поэтому многие люди, я вернусь к теме, что многие люди разочарованы от того, что они служат Богу. Они смотрят вот на других людей, которые не служат Богу, и думают, женился, дети, деньги, образование, все нормально, улыбается, ездит, отдыхает, я же служу Богу, у меня ничего, у меня это нет, это нет. Понимаете? И может такая, как бы, поспешный вывод, может человек сделать. Я почему об этом говорю? Я уже это слышал. Я слышал это. Я слышал, как ко мне один брат рассказывал, что он жалей, что он в юности уверовал, что он с девчонками не зажигал, что он пропустил все, он себя во всем обрезал, и потом он просто ушел в мир, сорвался с катушек, можно так сказать. он весь ушел в мир. Я скажу, за свою практику, она у меня небольшая, но все-таки маленькая есть. Я не видел такого человека, чтобы так сильно он кричал к Богу о том, чтобы Бог крестил его Святым Духом. Он кричал в небо, мы вместе молились, он кричал в небо и говорил, Бог, крести меня Духом Святым, Бог, излей на меня Дух Святой. Я реально, и это не Африка. Да, может быть, там люди так кричат эмоционально, когда на покаяние идут, не идут, а бегут, падают на землю, орут о своих грехах, пкать. Да, это в Африке, но чтобы здесь, в Европе, и я своими глазами это видел, и я думал, у меня нету столько ревности, я так не просил, Бог просто по благодати мне излил, дал. А это так просит. И потом он же разочаровался через несколько лет. Это не происходит сразу. Поэтому, когда у тебя этого еще нету, то знай, могут прийти такие моменты, может прийти такой возраст с годами, когда ты будешь видеть ничего в своей жизни, ничего не фонтанит, ничего не развивает, а вот там, а там то, а там трава зеленее намного, а у меня, что у меня травка желтая, что у меня ничего, одного служителя тоже слышал. Вот, ничего, столько лет провел в церкви, ни денег, ни зарубь, сейчас бы мог быть миллионером уже, если бы все силы кинул бы тогда, которые я кинул на служение, кинул бы в бизнес, сейчас бы был бы богатым, братья и сестры, просьба, не сравнивайте все с другими, не сравнивайте, вот лежат на вечере Петр, Иоанн, там, Марк, Матфей, и Иисус пророчество говорит Петру, вот Петр, ты был молодым, и вот ты ходил куда хотел, а вот ты состаришься, то есть он ему сказал, что ты проживешь жизнь и состаришься, то есть мне это было тоже важно знать, что я до старости доживу, и вот тогда тебя поведут куда не хочешь, в тебя будет, ты будешь подвержен гонениям, а он такой говорит, а все же знали, что Иоанн, Иоанн, это любимчик Иисус, а он ему говорит, а вот, а у него как, а Иисус говорит, это не твое дело, он проживет до глубокой старости, он умрет своей собственной смертью, я его заберу, а вы все мученической смерти умрете, а это не твое дело, ты следуй за мною, ты будешь видеть, как твои братья и сестры отходят от Бога, я не просто тут пророчествую что-то негативное, я реальность говорю, то, что я видел, с кем я начинал, аллилуйка, с кем, аминька, их нету, их нету, и ты будешь видеть, и твое сердце будет рваться, твое сердце может быть разочаровано, ты будешь видеть, почему люди не ходят на молитву, почему люди не ходят на собрания, я хожу, я почему-то считаю для себя нужным, а они не ходят, и они при чем, звонят тебе радостные, как у тебя дела, и у них все классно вроде бы, и у тебя такие замешательства, так и где же тогда правда, а что же тогда, а зачем, у них тогда все классно, а я тогда зачем хожу, на молитвы, на собрания, вот служу, пощусь, молюсь, ищу, стучу, зачем тогда, мне это надо, послушай, ты же не знаешь конец их, ты же не знаешь, и лучше тебе его не видеть, а свой, свою кончину, ты знаешь, Иисус придет и заберет тебя, откуда я так говорю, но послушайте, те дети были раньше, в садик, и вот когда ты в садике, играешь, и за каждым ребенком приходят родители, вот представь, ты можешь допустить мысль, что за тобой родители не придут, нет, может быть запоздают, задержатся, может быть всех уже заберут, из садика, ты такой последний ребенок, и все воспитатели из-за тебя, они могут уйти домой, а твои родители, папа твой опаздывает, но он придет, и уже так уже вечер, уже все, и ты последний ребенок, и вдруг папа приходит, и ты такой радостный, ну ты радостный, но ты знал, что он придет, если ты истинный верующий, просто поймешь, ты просто будешь пропитан информацией, что Бог тебя на земле не оставит, ты его любимый ребенок, ты и так решил, он так решил, а ты согласился, Аллилуйя.